Восьмой член символа веры Духоборов, которые учили о тварности Духа Святого и о его подчиненном положении по отношению к Отцу и Сыну. Традиционно это учение связывают с именем Македония, бывшего архиеписком Константинопольским в середине IV века. В пространном катехизисе говорится, что Дух Святой называется Господом в таком же смысле, как и Сын Божий, то есть как истинный Бог. О божественной достоинстве Святого Духа свидетельствует апостол Петр, когда обличает Ананию. Апостол Петр в деяниях говорит, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твои мысли солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу». Святой Дух назван в символе животворящим, то есть Он вместе с Отцом и Сыном дает жизнь всему миру, а особенно духовную жизнь людям. Священное Писание говорит о таких божественных свойствах Святого Духа, как всевидение и соучастие в деле творения мира. Слова Голгола Шага Пророки вынесены в текст символа веры для утверждения учения о богодухновенности книг Ветхого Завета. О богодухновенности апостолских писаний в символе не упоминается, так как во время составления символа веры никто не сомневался в богодухновенности апостолов. Богодухновенность Священного Писания является еще одним свидетельством о божественном достоинстве Святого Духа. Слова «Са Отцем и Сыном с поклоняемой Славима» указывают на равночестность Духа Святого с Отцом и Сыном, о чем свидетельствует повеление Господа совершать крещение во имя Отца и Сына Святого Духа, а также апостольское приветствие апостола Павла «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Рассмотрим личное ипостасное свойство Святого Духа. В Ветхом Завете Святой Дух не проявлялся ипостасно, лично, но действовал как безличная божественная сила. В Новом Завете Дух Святой открывается как самостоятельное божеское лицо. Апостол Павел говорит о Святом Духе. «Все же сие производят один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему, Духу, угодно. Первое послание Коринфянам, глава 12, стих 11. Очевидно, что действовать как ему угодно может только свободное и разумное существо, то есть личность. Личным или ипостасным свойством Духа Святого является его исхождение от Отца. Этот пункт вероучения имеет принципиальное значение с точки зрения полемики с ремокатолическим учением об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, так называемое филиокве, которое не имеет основания ни в Священном Писании, ни в творениях Святых Отцов Древней Церкви. В Священном Писании встречается выражение «Дух Сына», «Дух Христов», однако выражения эти говорят лишь о том, что Святой Дух свойственен Сыну, как именуемый, единосущный с Ним. Все восточные отцы признают, что Отец есть единственная причина «Сына» и «Духа». Блаженный Феодорит поучает, поэтому, когда некоторые отцы Церкви употребляют выражение «через сына», то как раз именно этим выражением они охраняют догмат исхождения от Отца и нерушимость догматической формулы «от Отца исходит». Отцы говорят о «сыне чрез», чтобы оградить речение от «от», относящиеся только к Отцу. В символе веры также говорится о исхождении Святого Духа только от Отца, поскольку Отец является единственной ипостасной причиной Святого Духа. В православном символе веры говорится о исхождении Святого Духа только от Отца, поскольку Отец является единственной ипостасной причиной Святого Духа. Как же сообщает Святой Дух христианам? Святой Дух вездесы и вся исполняй, но особым местом Его присутствия и действия является Церковь. Святой Дух пребывает в Церкви и животворит ее со дня Пятидесятницы, когда Он сошел на апостолов в виде огненных языков. С этого времени Святой Дух сообщается в Церкви всем истинным христианам. Преподобный Серафим Саровский определяет цель христианской жизни как стяжание Святого Духа. А по словам апостола Павла, человек может исполниться Святого Духа в такой степени, что не только душа его, но даже и тело может сделаться храмом Духа Святаго. Святой Дух продолжает спасительное дело Господа Иисуса Христа. Действием Духа Святого, как учит апостол Павел, мы устанавливаемся Богу Отцу, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 18. Становимся сынами Божьими. Усыновленные Богу творят волю Отца уже не по страху, а в силу сыновья в любови. Кроме того, совместно с Господом Иисусом Христом Святой Дух освобождает человека и от рабства греху, делает нас свободными, поскольку Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам апостола Павла. Сделаться причастным Святому Духу можно через молитву и таинство. Механизм воздействия на нас Святого Духа нам неизвестен, поскольку Дух дышит где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Евангелие Теана, глава 3, стих 8. Однако плоды воздействия Духа Святаго на нас известны и ощутимы. Это по свидетельству апостола Павла любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. От плодов Святого Духа надо отличать его дары. В отличие от плодов Духа, которые суть благодатное расположение сердца, дары Святого Духа представляют собой силы, подаваемые для достойного прохождения того или иного служения на благо Церкви. В Церкви нет дара без соответствующего Ему служения, и наоборот, нет служения без соответствующего дара. Апостол Павел приводит пример таких даров. Слово мудрости и знания, дары исцеления и чудотворения, дар пророчества, дар языков и другие. К дарам Святого Духа относятся также и дарование иерархического служения в Церкви. Церковь живет Духом Святым, и только им человек и мир могут достичь своего назначения. Следующий член символа веры – девятый. Во единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Совершив дело нашего искупления, Господь Иисус Христос предусмотрел также и способ нашего приобщения к плодам искупительного подвига. С этой целью им была основана Церковь. В самом общем смысле под Церковью понимает от Бога установленное общество всех личностных существ, верующих во Христа Спасителя и соединенных с Ним как с единой главой. Как когда-то в городских собраниях древних Афин, откуда и берет свое название церковь, принимало участие не все население города, а только избранные, в христианстве под Церковью понималось всегда собрание призванных в общество Господней лиц, услышавших призыв Господа ко спасению и последовавших этому призыву, а потому составляющих род избранный. В символе веры мы исповедуем свою веру в Церковь, которая имеет две стороны – видимую и невидимую, подобно тому, как Господь Иисус Христос состоит из двух естеств – видимого человеческого и невидимо божеского. С видимой стороны Церковь предстает как человеческое объединение – общество христиан, а с невидимой – это Сам Господь Иисус Христос и Спасительная Благодать, изливаемая от Него на всех принадлежавших к Церкви. По своей невидимой стороне Церковь является предметом веры. Согласно пространному катехизису, веровать в Церковь значит благовейно чтить истинную Церковь Христову и повиноваться ее учению и заповедям, по уверенности, что в ней пребывает, спасительно действует, учит и управляет благодать, изливаемая от единой вечной главы ее – Господа Иисуса Христа. Из всех новозаветных образов Церкви наиболее глубоким следует признать образ главы и тела. Согласно этому образу, Церковь есть богочеловеческий организм – тело Христово, главою которого является Сам Христос, а членами – всеверующего Христа и соединенные с Ним, как со Своей главой. Бог Господа нашего Иисуса Христа по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесное Себе на небесах, все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его. И вы – тело Христово, а порознь – члены, учит апостол Павел. Кто же принадлежит к Церкви? Во-первых, все православные христиане, живущие на земле. Во-вторых, все скончавшиеся в истинной вере и святости. И в-третьих, ангелы. Таким образом, можно говорить о двух частях составляющих Церкви. Первая часть – члены, живущие на земле, и эту часть Церкви называют странствующая или воинствующая Церковь. И вторая часть – Церковь, состоящая из ангелов и всех усопших в вере покаяния, называемая небесная или торжествующая Церковь. Странствующая и торжествующая Церкви отличается как по составу, так и по условиям жизни своих членов. По елику одна воинствует и находится в пути, а другая торжествует победу, достигла Отечества и получила награду. Так говорится в послании восточных патриархов. А сейчас, братья и сестры, разберем понятие о Церкви Христовой на земле. Формулировка пространного кадехизиса о том, что Церковь есть от Бога установлено общество человеков, соединенных православной верой, законом Божиим, священначальными и таинствами, не может считаться исчерпывающим определением Церкви, поскольку дает лишь внешнее описание того, что есть Церковь. Церковь даже в ее земном аспекте невозможна свести к обществу верующих, потому что при таком определении невозможно уяснить, чем отличается Церковь от других религиозных организаций. Основатель христианской Церкви есть Бога-человек, и он находится в совершенно ином отношении к своей Церкви, чем все прочие основатели религиозных обществ, созданным ими организацией. Церковь Христова создается не учением, не повелением Господа и даже не внешним действием Божественного всемогущества, но созидается из самого Господа Иисуса Христа. Христос не только основатель Церкви, но и ее краеугольный камень, не просто возглавитель Церкви, но и сама Церковь, которая строится на теле Господа Иисуса Христа и из самого Его тела. Основав Церковь, Господь реально, хотя и невидимо, пребывает и пребудет в ней во все дни до скончания века. Иисус Христос является краеугольным камнем Церковного здания, но всякий фундамент имеет смысл только в том случае, если на нем возводится здание. Церковь есть тело Христова, но каждый живой организм должен расти и развиваться. Христос – основатель и архитектор Церковного здания, определяющий законы Его жизни, Его внутреннюю структурность, но должен быть еще и строитель. Таким строителем Церкви является Святой Дух, который непосредственно осуществляет рост Церкви, присоединяя верующих к телу Христову. И Он, Дух Святой, оживотворяет тело, обеспечивая согласованное функционирование всех Его органов. Церковь в ее земном аспекте есть от Бога установленное общество верующих, объединенных православной верой, священначалием и таинствами. Это общество возглавляется и управляется самим Господом Иисусом Христом по воле Бога Отца и одушевляется, живится и освящается Святым Духом. Все члены этого общества соединены с Господом как со своим главой и в нем друг с другом, а также с небожителями. Таким образом, Церковь имеет две неразрывные стороны. С внутренней стороны Церковь есть сокровищница благодати и истины, с внешней это человеческое общество, существующее в земных условиях. Тем не менее, и с внешней стороны, помимо случайных черт, присущих любому человеческому обществу, Церковь имеет положительное основание, укорененное в невидимом и независящем от каких-либо субъективных начал. И в своем земном аспекте Церковь имеет свою от Бога установленную структурность. Так как невидимое пребывание в Церкви Господа Иисуса Христа и Святого Духа выявляется посредством видимых и осязаемых форм. Иными словами, и по своей внешней, земной стороне, Церковь есть учреждение божественное. На этом, братья и сестры, наш очередной урок по закону Божьему подошел к концу. Сегодня мы разобрали восьмой член символа веры и начали разбирать девятый член символа веры. Храни васи Господь, пусть Божье благословение пребудет со всеми нами. Аминь. Храни васи Господь, пусть Божье благословение пребудет со всеми нами.